Привет друзья, с вами Растафари, только что закончились тестовые осады на ЗБТ Блэс онлайн и я спешу поделиться с вами информацией о правилах проведения и участия, а также расскажу как подготовиться к осадам и что вам на них потребуется. Но обо всем как обычно по порядку, а для начала реклама спонсора видео. goldclassic.ru, твой магазин игровой валюты и различных услуг. Магазин уже очень давно на рынке, шикарные отзывы и обалденная система скидок для постоянных покупателей. Все ссылочки в описании к видео. Итак друзья, для тех кто не в курсе, объясняю как вообще попасть на осады и что это такое. Первое что вам нужно это торги за владение территориями, они же договор о господстве, проходит раз в две недели. В одну субботу идут торги, а в следующую субботу идут сами осады и так по кругу. Глава гильдий может подать заявку на владение одной из доступных для каждой фракции территорий. На данный момент их семь. В будущем думаю это количество будет расширяться. Это означает, что в любом случае на осаде каждой из столицы максимум будет одновременно участвовать только семь гильдий. Валютой для аукциона за территорию являются очки влияния. Их дают за активность игроков самой гильдии. Так что маленькие гильдии практически нет шансов выкупить хотя бы какую-то территорию. Опытным путем выяснено, что очки дают за выполнение второго и третьего этапа гринда монстров. За арены, осаду кастры и убийство врагов пвп. За данжи на этом збт нам их не давали. Если вы знаете больше информации, то обязательно напишите инфу в комментариях. В любом случае победив в торгах вы получите право участвовать в главном ивенте, в самой осаде столицы, которая также проходит раз в две недели. И тут вам предстоит выбрать, или ваша гильдия выступит на стороне атакующих, или же вы присоединитесь к защитникам. Сами осады длятся всего лишь 45 минут, но при этом тут начинается самое веселье. На тестовых осадах мы выступили на стороне защиты, составом 60 человек против практически сотни человек из четырех гильдий. А седьмая гильдия почему-то вообще не записалась на осаду, ну да ладно. Задача атакующей стороны на осаде проста, пробиться через ворота, а потом уничтожить флаг противника. Защитники соответственно всячески пытаются помешать им это сделать. Сама осада проходит на территории главного замка, в нашем случае замка Геракон. Плюс на карте существуют две расщелины, особенные точки, которые изначально принадлежат защитникам. Завладев одной из них, участники атакующей стороны могут призвать с ее помощью различную осадную технику, осадных големов ближнего и дальнего боя. И вот в этом плане на тестовых осадах все пошло наперекосяк. Ибо големы хоть и писали с 35 уровнем, но уронов фактически от 35 игроков не получали. За 6 минут нон-стоп фокуса по голему с 4 миллионами хп ему едва удалось снести миллион. А таких големов у противников было по 4 штуки двух видов в кармане. Ибо крафтить их никто не мог, так что 101 экспи вручную разослали по одной штучке каждого вида всем лидерам гильдии, участвующим в осадах. И теперь представьте, идут на вас големы, врагов полтора-два раза больше, при этом пока они их не призвали, они даже не могли подняться на лестницу к воротам. Но конечно, когда пришло 2 големы, нас попросту продавили, при этом по сути игрокам они ничего не делают. Просто приходят и сносят сначала ворота за 2 минуты, а потом и главный флаг, и еще за 5 минут попросту игнори игроков. Но БТ конечно же такого не будет, игроки будут нормального уровня и големы не будут такими непробиваемыми. Да и помимо големов, тут есть еще и осадные башни, которые можно устанавливать в специальной синей зоне, подсвеченной во время битвы. Кончается она около лестницы к флагу. Башни тоже бывают трех типов. Подлечивающая, огненная, бьющая по ООЕ в небольшом радиусе. И башня молния, бьющая в одну цель на средней дистанции. Всего одновременно каждая гильдия может поставить по 5 осадных стрижений. К сожалению, мы были всего в 2 гильдии против 4, так что противники быстро ушли с одной стороны, где стояла первая башня, а со второй стороны одна оставшаяся башня очень быстро упала под ударами трех големов от объединенных сил атаки. В любом случае, сама механика осад мне понравилась. Огромное поле для союзов, предательств и всяческой драмы. Ибо гильдия, владелец территории, получает огромное количество очков господства. Той самой валюты, необходимой для покупки реально самого топового снаряжения в игре. По итогам осады победившая гильдия, видимо та, которая наносит последний удар и добивает флаг, сама делится каким-то количеством очков союзниками, помогавшими им в атаке или в обороне. Так что в этом плане нет никакой более выгодной стороны, тут реально будет рулить политика и альянсы. Ну и конечно техника, без нее никуда. Так что давайте пройдемся по подготовке к самим осадам. Первое и самое необходимое каждому игроку это расходка. Но за БТ максимальными были банки четвертого уровня, но БТ будут и шестого. В любом случае для их создания нужен синий чили, для банок пятого уровня зеленый, а для четвертого хватает и обычный. Чили по сути самый необходимый расходный материал, ибо он нужен тут и для создания еды. Так что всегда и везде, где вы его видите, собирайте, если вдруг нашли по дороге. Что касается еды, то одновременно на вас может висеть только один ее вид. Баф дается на 20 минут. На этой осаде я ел торт с шоколадным муссом и чили, для его производства необходим 8 уровень крафта. А также сахар с чили, материал производимый из того же чили. Есть вариант еды и с бафом на скорость, а не крит, для различных кастеров. Только вместо чили там нужен шафран. А также есть еда и для танков, где нужна мята. В любом случае для участия и победы в осадах, да и не только, вам потребуется раскачанный крафт. И тонны, тонны чили, и еще возможно шафран или мята, в зависимости от вашего класса, соответственно. Раскачать все это просто, было бы время и желание. Бегаешь, собираешь ресурсы, докупаешь все остальные материалы просто у вендора. Профит. А вот с осадками все гораздо сложнее. Но за БТ сфер для их крафта у вендора не было. Да и для создания, к примеру, голема ближнего боя потребуется аж 14 уровень крафта. Молчу про материалы, ибо для каждого осадного голема нужно 12 типических маунтов ПА-12П. Рецепт для крафта состоит из 306 слитков серебряной руды, 125 кристаллов великана, 1250 кусков металлолома. Кроме того, для создания каждого из этих маунтов вам тоже потребуется немало. Сам рецепт, 50 очков в открытии, 1 сфера, 1 серебряная руда, 1 скрафченное большое отличное зубчатое колесо, производимое из золотой руды и металлолома. Один большой заводной ключ, производимый из медной руды и металлолома. Ну и конечно главным ингредиентом для создания эпического маунта ПА-12П станет его синяя версия ПА-07Р, который тоже крафтится из кучи ресурсов. И зеленой версии маунта ПА-02. Думаю, не стоит говорить, что и сам зеленый маунт тоже крафтится. В общем, для создания данного голема ближнего боя вам потребуется десятки и десятки тысяч ресурсов. И денег, раскачанный крафт, ну и конечно много-много времени. Всего с каждой стороны можно призвать по пять башен или големов соответственно. Так что крафтить мы их будем, видимо, скидываясь все гильдии материалами на крафт кому-то одному. И вот тут точно будут нужны старые добрые гильдийские крафтеры. Один, кто со старта ударится не просто в качу уровня, но в первую очередь в раскачку производства. А второй в раскачку сбора для прокачки первого крафтера. В общем и целом, по механике Асад у меня сложились только положительные впечатления. Условия ЗБТ не позволили, конечно, полноценно повоевать из-за банального дисбаланса техники и ее количеству разных сторон. А вот что касается общей стабильности сервера и лагов, то тут у меня очень много вопросов. Поначалу это, конечно, было не сильно заметно, задержки были в 1-2 секунды, не критично, но спустя 20-30 минут они уже достигали 6-7-8 секунд. Маги не могли прокастовать свои заклинания, паладины исцеляли уже трупы союзников, а берсерки только к концу 10 секунд бессмертности начинали свой прокаст. В общем, тут еще работать и работать. Фпс после отключения стрима был довольно стабилен. На удивление, хотя, скорее всего, виной патч, который установили вчера утром, а с ним в игру завезли оптимизацию. Наконец-то. Друзья, в любом случае, пишите в комментариях, как вам осады и крафт в блесс. Что понравилось, что не понравилось, я постарался максимально подробно рассказать о самом процессе осад и, главное, о подготовке к ним. Если вам понравился ролик, то поставьте ему лайк, а если вы еще не купили набор раннего доступа, то переходите по ссылке в описании, аннотациях и на экране. Так вы поддержите и меня. Тем более, что наборы себя окупают в несколько раз, после старта по отдельности все будет гораздо дороже. Да и ранний старт, по сути, must have, если вы, конечно, серьезно хотите играть в блесс. Подписывайтесь на канал и вступайте в мой паблик в ВК. Мне недавно подключили стриминг в ВК, скоро настрой, и можно будет смотреть там в очень хорошем качестве. Другие мои видео и стримы вы найдете на экране и в описании. Как только этот ролик наберет хотя бы 400 лайков, сяду за следующий гайд по блесс. С вами же, как всегда, был Растафари. Всем удачи, друзья, и увидимся на просторах блесс уже через пару недель на ОБТ, судя по слухам.